Привет-привет, с вами Китти Кейт, и сегодня мы поиграем в милых маленьких пушистиков. Кстати, а ты любишь животных? Если любишь, обязательно ставь лайк. А мы начинаем. Ой, вы что такие бедненькие, голодные, грязные. У тебя что, мухи летают вокруг? Ты меня забыл помыть. Хм, в смысле я забыла? Я уж что ли должна это делать? Пойдем, скупаю тебя скорее. А тебя потискаю, конечно же. Ой, я так люблю котиков. Они такие миленькие, так любят потискаться вместе со мной. Кстати, если тоже любишь котиков, тоже ставь лайк, потому что котики милашки. Так, а кто это меня тут ждет? Сейчас и тебя искупаем. И немножечко смоем с тебя грязь. А то как-то не очень прилично. Дети смотрят, а у тебя здесь мухи над тобой летают. Это очень странно. Ну что, давай и тебя потискаю. Смотри, какие они все милашные. Все любят потискаться и повеселиться. Ему нитки раскидали. Очень странно. Ты куда понесся? Хм, странно, странно, странно. Что? А, они тут, они тут мыши ловят. Божечки-макарошечки, это смешно. О, посмотри, как они его забрали с собой. Не дают ему убежать. Сейчас, мне кажется, второй кто-то прыгнет тоже. Ну-ка, 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 ну-ка. А, нет, не прыгнул. Ну ладно, пойдем посмотрим, что там у нас с другими животными, как делишки происходят. Потому что у нас ведь еще животные были. Сейчас посмотрим, кто там у нас. А у нас тут чудо-чудное, диво-дивное. Во-первых, я вижу каких-то мух. Но это еще пол вопросика. Смотри, у нас целых два новых малыша. Ну что, с чего начать? С дня рождения или с новых малышей? Хотя, малыши, это тоже день рождения. Давай сначала малышей откроем. И посмотрим, ой, какой же ты миленький. Такой маленький и красивенький. Если тебе понравился этот малыш, обязательно ставь лайк. А я пока его покормлю. Посмотрю, интересно, куда он сосочку денет, когда будет есть. Ой, на пол положил. Она же грязная будет. Что-то он не подумал. Ну ладно, давай еще и второго малыша откроем. И посмотрим, кто же там будет. И, пожалуйста, будь кто-нибудь интересный. Божечки, это что, жирафик? Ты знаешь, что жираф мое самое любимое животное? Или это не жираф? Не знаю. Шея какая-то у него короткая. Узнаем, когда вырастет. А пока потискаем всех животных на свое счастье, в общем-то. И последим, кто куда пошел. Куда пошел? А, ты хочешь поиграть в эти пузырики? Давай поиграем. Кстати, ребят, мне очень нравится, что здесь такое количество животных. И с ними можно играть, веселиться и даже отмечать день рождения. Кстати, про день рождения-то мы и забыли. Давай-ка отметим и тортики поедим. Эх, неловко вышло, с мухами пришлось отмечать. Ну ладно, ничего страшного. С днем рождения тебе, большая маленькая зебра. Ну, вернее, я не знаю, большой он уже или еще малыш. По ним не очень понятно. Ну, конечно, он побольше, чем остальные. Но на день рождения прийти с мухами, не знаю, не знаю. Может быть, и маленький еще. Давай, тебя потискаю. С днем рождения тебе, милашечка. Сейчас потискаю и искупаю. А то какой-то грязный и чумазый. Пойдем-ка искупаемся и посмотрим, что там. А, кстати, мы здесь в ванну в эту-то не ходили. А, нет. Ходили, точно. Здесь, знаете, что происходит? Здесь, здесь лейка сама наклоняется. Это просто нанотехнологии какие-то. Ну, вот, так-то лучше. Чистый, красивый, мимишный. А что-то подарочков у нас как-то мало. И игрушек как-то мало. Очень подозрительно. А чем у нас малыши заниматься-то будут? Эх, придется поиграть. И что-нибудь, что-нибудь заполучить. Так, это у нас значится, значится, да. Это мое самое нелюбимое, если честно. Потому что я в такие игры постоянно проигрываю. У меня постоянно ничего не получается. Я не знаю, что уж со мной такое не так. Ну, в смысле, что со мной не так. Но у меня постоянно какие-то проблемы с подобными играми. Потому что я думаю, что у меня все получится, а у меня не получается. Но ничего страшного. Все получится в следующий раз. И еще один уровень. Поройдем. Вдруг нам дадут... Это что, обрыв? Это как так животных впустили с такими обрывами? Это вообще-то опасненько. Очень страшненько. И вообще, мне кажется, так нельзя же. Это же всего лишь животные. Они же еще не умеют на таких скейтах всяких кататься. Они им устроили тут обрывы, прыжки с трамплинов и все такое. Очень странно. Ну что, пойдем посмотрим, дадут ли нам какой-нибудь подарочек. Вдруг новая локация откроется. А у нас тут... А, это ничего интересного. Это просто шторочки. Кстати, шторочки здесь можно закрывать. Но мы этого делать не будем, потому что так тоже красиво. А вот это вот мы откроем и посмотрим, что нам такое попалось. Кроме деньжат, конечно. Так, больше коробок нету? Эх, печальная печаль. Я надеялась на игрушки. Вообще-то я ждала игрушки. Ладно, пошли еще поиграем. Давай поиграем вот в эту игру. Может быть, здесь нам игрушки попадутся? Так, здесь надо внимательно быть. И следить за этим воришкой. И смотреть, что он там у нас успел своровать. Потому что если мы не успеем посмотреть, то ни за что в жизни не догадаемся, что же он там такое взял. А он взял вот эту вот странную рыбку-кокос. Я видела. Я пока запоминаю. А вот когда бывает, что три предмета надо запомнить, это уже сложнее. Это можно и перепутать что-нибудь. Так, нам сделали зеленый. А как он, в смысле, из граната? Зеленый сок? Очень странно. А вот и новый подарочек. Это что такое вообще? Как в него играть? Просто хвостиком? Просто хвостиком играть в эту штуку? Сейчас посмотрим и попробуем еще раз поиграть. Ну-ка, давай-ка еще разок поиграй. А, ты мыться хочешь? Ладно, ладно, искупаемся. Сейчас только я подарочки все открою. А зебра-то устроил. Зебра пошел поиграть. Ну, конечно же. Он же зебра. Ой, я забыла. Мне же там малыша надо было искупать. Что ж он у меня тут грязный и неумытый поросенок ходит. Ну, он, конечно, не поросенок. Но все-таки грязный и не очень умытый. Кстати, мы, по-моему, можем купить нового питомца. И обязательно это сегодня сделаем. Сейчас только искупаем всех малышей, чтобы они были чистые и красивенькие. Посмотрим, как он играет. Да-да-да. Это весело. Веселая игра, на самом деле. И для таких малышей-питомцев, мне кажется, очень интересная игра. Потому что малыши всегда любят что-нибудь колотить, что-нибудь ронять, что-нибудь бить и все такое. Ну что, все помыты, все искупаны, чистые, прекрасные, поиграны. И можно, мне кажется, спать ложиться. Но я хочу сходить вначале к котикам. Их, конечно, котиками прям не назовешь, но все равно они для меня котики. В общем, да. Кстати, давай отправим их всех по своим делишкам. Потому что, как бы, когда они хотят делать делишки, надо им это разрешать, так скажем. Так, что у нас тут происходит? А, здесь у нас мышеловочка. Ну, все нормально, все стандартно. Этот у нас пьет. Все хорошо. Давай-ка посмотрим, что мы можем купить. А мы можем купить самого секретного питомца. Что? Девять часов ждать? Да вы издеваетесь. Эх, пойду породаю в сторонке. Так долго ждать мне еще не приходилось. Это как бы печально немножко, если честно, потому что хотелось бы, чтобы было поменьше. Чтобы быстро было все и можно было сразу открыть нового питомца. Ну, ладно. Ждать так ждать. Подождем, ребята, вместе с вами. А на сегодня все. Обязательно ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. А я пока своих котиков потискаю, чтобы они были довольны, милые и счастливы. Ой, ты что меня облизываешь? Ух, какой хулиганчик маленький. Ну что ж, ребята, на сегодня все. Всем пока-пока и не забывайте на колокольчик, лайк и подписочка.